доброе утро дорогие друзья сегодня новый влог дача рада вас видеть удачно влоге все цветет красиво ладно пойдемте завтра готовить и так сегодня у меня на завтрак здесь 4 яйца также я добавлю сюда сыр нарезанный кубиками колбаса но у меня чуть-чуть зеленого лука оставалось можно зелень все что хотите добавить можно помидор добавить но я только вот эти ингредиенты и добавлю сейчас сюда муку все это перемешаю и буду обжаривать как оладушки ребят вот что у нас получилось где-то здесь колбаска торчит сырок и буду такие оладушки кушать со смертанкой также у меня здесь чаек все всем приятного аппетита ребят всем большой привет мы сейчас едем в залогский хотим посмотреть двери на первый этаж собираемся брать недорогие двери и покажем вам все что выберем если выберем конечно же если мне кажется на заказ скорее всего здесь а может и нет ну да ну приехали в магазин а здесь только вот такие деревянные двери такие мы не хотим большой большой-большой такой магазин чего-то цену хочешь ну зачем андрюха же уже купил такая 3 прям огромный-огромный магазин ствол вот сколько глубина здесь 150 рублей нет это у нас получается 1,5 получается 1,5 получается 1,5 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 До этого кадр, какие будут двери, они будут, решили, что бежевые, хотя потом Сережа говорит, давай посветлее, более такие белесые, но решили бежевые, и ладно, что-то будет между полом и стеной, вот такой вот цвет. Решили сюда не заказывать дверь, хотя по логике вещей нужно было бы для того, чтобы тот коридор оставался холодным, и здесь комната оставалась теплым. Но мы здесь просто красиво сделаем дверь, вот как здесь, да, вот так вот Сережа делал, грубо говоря, наличник сделаем, а потом, когда будет здесь шкаф, где-нибудь сбоку будет еще обогреватель, и будет здесь тепло. Здесь в принципе тепло, но когда, знаете, открываешь дверь на улицу зимой, все-таки прохладно. Также уже в одном из видео обзор участка на конец июля, я показывала урожай, вот все, что я собрала, огурчики, помидорчики, зеленые помидоры, перец, почти весь, больше перца не будет, очень мало, в этом году урожая помидор и перцы. Но огурцы, огурцы радуют. Также кабачечи, кабачки. И сейчас вам пойду покажу. Кстати, вот звук, Сережа наконец-то пошел косить траву за забором, потому что уж слишком большая трава там выросла. У нас здесь разгром у Миланы в домике. Так, наверное, не увидите, в общем, у Миланы здесь второй этаж, и я в коробке отнесла на второй этаж чеснок. Пусть он там досыхает, там очень сухо и тепло. Также обстригла вот этот вот кустарник. Оказывается, под ним снова муравейник. Я думаю, что у многих из вас на даче сейчас очень много муравьев, да и все лето было много. Вот, обстригла, потому что вот такая вот штука напала. Желтая, видите? Фу-фу-фу. Прям фу-фу-фу. А вообще сейчас дождик моросит на улице. Так, хотела вам показать, что я сделала. У меня Милана вчера попросила сделать ей тесто. А я в интернете уже, наверное, недели две назад увидела, что можно тесто сделать из бальзама для волос. Я взяла самый недорогой фикс-прайс, там 55 рублей, 500 миллилитров стоит. И крахмал. Я взяла крахмал картофельный. Вот такая вот тоже 500 грамм, 30 рублей стоит. И посмотрите, вот такое вот обалденное тесто получается. То есть я сначала налила бальзам, и потом потихоньку-потихоньку добавляете крахмал. И вот так можно лепить. Так что берите на заметку. Я его сейчас уберу в пакетик для удобства, либо просто закрою вот здесь. Потом Милана придет. Я думаю, что она обрадуется. Наверное, можно еще краситель какой-то добавить. Ну, будет вот такое вот тесто. Ну что, грибочки все пожарила. Вот что получается из такого количества. Ну, совсем мало, как видите. Ну, ничего, нам с Сережей хватит на двоих. Еще я почистила картошку. Сейчас грибочки выложу и пожарю картошечку. Так, ребят, смотрите. Картошку уже нарезала. Решила, что будем попозже жарить. Прямо перед едой. Также начистила перец. Это перец весь, который я собрала. Но в плане мой. Там есть еще, да, но он зеленый. Также решила замариновать томатики. Черри. Вот одна банка. И вон одна банка. Замариную. Так. В принципе, все. Еще какой-то перчик, который обрезала, я его заморозила. Кубиками нарезала. Он мне потом пригодится для баклажановой икры. Когда мы уже с отпуска вернемся, я приготовлю. Успела уже зафаршировать перец. А как я фарширую перец, у меня есть на канале. Но сегодня фарш свинина и говядина. Также морковка и лук пережарены. Все это в фарше. Вот таких три больших пакета получилось. Также мариную. Решила замариновать. Маленькие огурчики пошла, нарвала. В общем, все-все-все. И также у меня еще две баночки черри помидорок. В одну банку с черри я немного огурчиков добавила. Другая просто с помидорками. Также Сережа успел покушать. Вот у нас жареная картошечка. Я буду пить чай. Буду убирать здесь. Сегодня мне останется только огурчики закрыть. И в принципе все. Ребят, на огурцы не даю рецепт. Потому что я все кладу примерно. То есть я всегда маринад пробую на вкус. Сережа начал косить траву во дворе. Говорит, он пока ездил в общем магазин. Прошел дождик и трава стала мокрая. Поэтому вот эту вот часть и возле бассейна уже на следующий день оставят. Вот. А сегодня засыпем вот эту грядку. Землей досыпем. И вот в эту, наверное, где-то тачку. Вот такие вот дела. А я весь день сегодня на кухне провела. Закрывала. Мы решили довезти курицу. Вон она ходит. Купили. Теперь будет жить у нас. Вон как. Видите какая. Курица. Травка у нас свежая. Ну-ка, держи. Вот такая. А ты к нам пришла жить? Да, к нам пришла жить. Кормили. А Серега такой. Лейла, иди, смотри, кто за тобой пришел. Ну а кто пришел? Курица пришел. Ах, наш. Пойдем. Красотка. Давай, показывай. Ой, петух какой красивый. Один остался. Один почему? Потому что два пошли в суху. А, ой, какой красавец. Заткнетесь в суху. Ну давай. У нас тоже раньше мы держали инкубатор был. Обалдеть. Это точно не доросло. А вы покупали уже, да, цыплят? Мы взяли их суточными. Обалдеть. Блин, ну прикольно было, когда у нас это, вылуплялись. Они маленькие прикольно. Вот это, конечно, они уже такие. Вонючие. Вонючие. Не, ну в принципе ничего. Не тесные, нормально? Нет, мы только садили. Обалдеть. Наташ, целое производство. Садили. Давай самого крупного. Не, не надо. Меченый. Меченый? Да. А, вы по нему это? Это вот маленький. Ууу, сейчас взлетит. Сколько? Обалдеть, почти килограмм. С утра он весел. Нет, это в час дня я взвешиваю. Обалдеть. Есть уже больше килограмма. Как синий сделаю. Вот он. Видно, что он крупнее. А кто у вас их убивает? Стоит. А он же деревенский. Да я понимаю. Ну, у меня папа... Четырех мы их сделали. Плакал. Два круллера у нас были, которые самые первые. Ага. И вот два петуха, которые просто меня достали. Привет. Так, мы не тебя ловили. Мы просто, да, делали для затерпления и бессила. Серега, ну-ка слови. Давай, я... Я еще корни ловил. У вас эти помидоры спеют? Да. Два вишня, три вишня. Раз малинка. Ой, а что там такое красное? Это малинка. А луча? Приходи, выкатывай. Не, у меня малиновые деревья. Я отреблю. А луча выпустила за два дня. Видишь, как попросила. Так, все выпустила. Класс. Наташа, а где вы покупали? А лучи? Да. Слушай, вот эту я ездила в каком? В Гавриш? Да. Потому что я искала именно Кубанскую комету. А-а. И она мне нужна была. А-а. Эту я покупала здесь, вон она еще не спелая. А-а. Кубанская комета. Но это еще зелененькая, да, наверное, ее есть нельзя? Нельзя, наверное, еще. Ну-ка дай. Вообще, когда она со спеет, она... А, она еще твердая. Что компанисты помогают? Она сладкая-сладкая. Вишня ничего. Видишь, у меня раз вишня загнулась. Вон вторая вишня загнулась. Да потому что воды в этом году много. Воды же, наверное, вообще не уходит. У нас нужна вода? Да, конечно. Что кабачки не срываете, Наташа? У нас раньше вот такого не было. Я их отращиваю. Отращиваешь? Ага. Шейф не вижу. Мать завтра приедет. Я вчера вот такой сняла, вот здесь лежал. Зашла просто сендую, екарный. О, потисончики. Тут лесончики мы уже катали, баночки. Светла своя вообще. Впишечная тень. Не, я уже перестала сажать вот это все. Может, бассейн большой поставили. В том году. Да, именно. Как вам тогда нужно. В свободности. Давно. Ой, ну тут джунгли прям. Блин, да, Наташ? Прям заболевшая. Пелькис. Помогает? Тебе дать огурцы я сегодня сняла? Закатаешь? Ну, давай. Ну, завтра я у тебя... Трехлитровые, только они в это... Угу. Угу. Я поснимала зеленые, потому что уедем. Ну, хорошие огурчики, смотри. Классные. Да, огурцы-то хорошие, но это все. Больше же не будет. И здесь банок взорвалось. Ну, как вот, видишь, они вон засыхают. Видишь? Из-за баклажанов, скорее всего. Ну, у Вальки же нет баклажанов. У нее то же самое. И у Светки нашей тоже самое. Нет, у нее нормально. Хотя я знаю, что баклажаны с огурцами не сажают. И ты видишь, как их муравьи жрут? Смотри. Угу. Все баклажаны позже ты. И все цветет, цветет, цветет. Цветет, но она ничего не успеет. Скорее всего. Скорее всего, да. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Побежали, побежали, смотри. Петух самый последний. Вон курочка. Давай-давай, быстрей. Тихо. Два, четыре, пять, шесть, семь. Нет, мало. Давай. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып Хочу. Ходи туда-сюда. 2, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 15, 20, 12, 14, 15, 15, 13... 3 гуляют... 1 у кого-то прикол. Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип... Цип-цип-цип-цип. Там яиц нет, Наташа? Рято я с вами собралась. Пойдем посмотрим. а вот одна сидит да да а вот это зачем сидит на жердочке просунула голову через решетку серёг за ней по это куда всем привет сейчас полдесятого утра и у нас такой ливень начался сегодня серёжа в итоге не докосит газон прям ливень ливень на втором этаже чувствуется как бьет по крыше чувствуется слышится да даже мне кажется и чувствуется ну вот такая вот история весь всю следующую неделю вроде бы как будет жара поэтому может быть даже хорошо что прольет землю так ребят показываю вам вчерашнюю работу помидорчики закрыла огурчики это уже огурчики не соленая а маринованная здесь ассорти и еще одна баночка огурчиков надеюсь что будет все стоять потому что как я уже говорила делаю все заготовки на свой вкус и уксус добавляем на свой вкус сахар и соль посмотрим мы собрались ехать домой она здесь такое обалдеть просто все в воде какой у нас дождь прошел сейчас он идет но немного притих а то прям ливень ливень и и мы быстро быстро собрались я закрылась сереж на ну дождь ой обалдеть ну зато покошено да за участком покосили и это хорошо спокойно можно ехать в отпуск перец забыла взять дома приготовить разворачивайся нет блин в муравилке да но в плане того что не пропадет нет не пропадет но забыла о спортсмены прикрылся рукой главное чтоб не в лицо это о ладно все домой 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 ребят до новых встреч увидимся с вами в новых видео я